Итак, мы уже почти полгода в болгарской деревне живём. Я рижанка, более 36 лет прожила в Риге, потом 12 лет на Кипре. И последние полтора года мы живём в Болгарии, а последние совсем полгода живём в болгарской деревне. И по сравнению с городом для меня однозначно деревня намного лучше. Однозначно. Тишина, покой, воздух есть, слышно природу, слышны животные, слышны птицы. Ритм совершенно другой. Конечно же, воздух. Машины практически здесь не ездят. То есть тишина, хороший воздух, энергетические места совершенно другое. Когда рядом вокруг тебя, в квартирах, за стенами живут другие люди, то, конечно же, энергетика и их аура, их тела энергетические, тонкие, они влияют на тебя. Фактически вы ходите и постоянно, что называете, терётесь друг от друга этими тонкими телами. Здесь большое пространство, и никто тебя не тревожит. И, соответственно, твоя энергия, она находится в целостности, да, потому что никто не влияет. Мне это очень нравится, я это очень хорошо чувствую. Потому что когда я жила в городе, в квартире, у меня одна мысль всё время была в голове. Поскорее бы на природу, куда-нибудь отсюда уйти. В квартире некомфортно, даже если это большая квартира, в ней некомфортно, потому что постоянно чувствуется энергия других людей, постоянно слышны какие-то звуки посторонние, да. Выходишь на улицу, и ты встречаешь кучу людей, которые, конечно, со своими проблемами, со своими болезнями, да, со своими там сущностями, которые на них сидят. Вот со всем этим постоянно ты встречаешься. И поддерживать себя в таком ровном, хорошем состоянии достаточно сложно. Здесь же всё создано для того, чтобы расслабиться, чтобы получать полное удовольствие от жизни. Я вот каждый день встаю, и я думаю, блин, как тут хорошо, как классно. Я каждый день благодарю за то, что я живу на природе, за то, что я живу в деревне. У нас по планам сейчас посадить различного рода семена, и как еду, и также цветы, да, ну, в общем, начать садоводство. Почему? Потому что не секрет. Всё, что сейчас происходит в мире, может привести к тому, что будет голод, да, ну, или, по крайней мере, будет нехватка большая продукции. Здесь, живя на природе, у нас будут курочки, мы уже решили, что будут курочки. Здесь у соседей, у всех есть домашние животные, у кого-то овцы, у кого-то ещё какие-то животные, да, то есть без еды точно не останемся. И у всех, да, у достаточно большие территории, и вот сейчас они всех распахивают, да, тут засевают, и, конечно же, еда будет. Здесь еда будет. То есть здесь надёжное место, а в городе не знаю, что будет, потому что сейчас уже в некоторых голодах есть недостаток продуктов, и если дальше так будет происходить ситуация, которая сейчас экономически-политическая, да, то вполне возможно в большем количестве городов начнутся проблемы и перебои с продуктами, ну, и со всеми остальными делами, и с медициной в том числе, да. Вот, поэтому, живя здесь, на земле, ощущается очень стабильно, очень комфортно и надёжно, зная, что ты всегда можешь себе посадить то, что тебе хочется, используя эфирные масла в качестве препаратов для поддержания, и БАДы тоже в качестве препаратов для поддержания полного здоровья, я вижу результаты наши за год, наше здоровье улучшилось намного, несмотря на все вот эти экономические ситуации, которые сейчас практически везде в мире, да, поэтому в этом смысле я чувствую себя намного лучше, намного более комфортно, в городе никогда не хотела жить, никогда не мечтала, вот, и как бы работа онлайн, она даёт возможность достаточно интенсивного общения, то есть даже несмотря на то, что я сижу тут на природе, или дома, или у себя в саду, выезжаю там с мужем раз в две недели за продуктами, мне достаточно этого общения онлайн, которое идёт каждодневно, да, и какие-то создания каких-то, может быть, курсов или чего-то ещё, то есть мне этого достаточно, и остаётся время и по дому, и остаётся время и на посадке, остаётся время и с ребёнком пообщаться, в общем, много различного рода спокойных вещей, а самое главное, наверное, вот для меня очень важный момент, что здесь нету такого стресса, да, есть возможность жить без стресса, спокойно, комфортно, уютно, по-женски можно сказать так, и вот это мне очень нравится. Цены, конечно, здесь ниже, чем в городах, да, и на продукцию, и в кофе, вот мы недавно захотели, захотелось мне кофе попить в кафе, два лево с копейками, ну, может быть, нет, это евро, евро двадцать пять, может быть, где-то так стоило кофе, да, латте, то есть таких цен уже вообще нигде не найдёшь в больших городах, вот, то есть это экономично и экономически выгодно, и, как всегда, можно создать такое место, куда будут приезжать другие люди, если захочется, вот, поэтому я особо не переживаю, что не хватает людей или как бы нету привычной цивилизации, то есть мне хорошо здесь. Дочка вопит от удовольствия, она говорит, мне тут так нравится, она говорит, я в Пловдиве была в депрессии, мне не нравилось в городе, здесь ей нравится, на природе, потому что вышел, и целый день ты можешь бегать, ты целый день можешь находиться на природе, есть собака, есть кошка, вот, то есть вечером есть подружки онлайн, с которыми она общается, то есть достаточно всего чего, поэтому, если кто-то для себя раздумывал, как жить на природе, может быть, имеет смысл уехать в деревню, пробуйте, лично мне очень нравится, а сейчас это ещё экономически обосновано, да, и со всеми вот ожидающимися последствиями, это прямо очень-очень хорошо. Ну и, как вот я сказала, сами посадим, курочек заведём, эфирные масла к нам приезжают каждый месяц, а то и два раза в месяц от Дутеры, вот, поэтому всё есть, всё хорошо, и какая природа, и что главное, здесь очень много солнца, мало, достаточно дождей, да, то есть хорошая солнечная погода, тёплая, природа напоминает чем-то мою привычную природу, то есть нет вот этих пальм и палящего солнца, наоборот, здесь так приятная, солнечная активность похожа на нашу латвийскую, но солнца в несколько раз больше, вот, поэтому это тоже доставляет такое удовольствие. И самое главное, не нужно делать никакие мейкапы бесконечные, не нужно там, не знаю, ногти, одеваться куда-то идти, вот можно быть самой собой. Мне это импонирует на самом деле, вот, потому что иногда, может быть, хочется куда-то поехать в город, ну, не знаю, ну, очень-очень редко, потому что настолько хорошо, настолько комфортно, настолько просто и естественно быть на природе и жить. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы по жизни в деревне Болгарии или в Болгарии вообще, пишите, с удовольствием отвечу. Вот, я скажу сразу, мы кайфуем, кайфуем. Здесь намного, на мой взгляд, лучше, чем на Кипре, вот, и намного лучше, чем в Латвии. В Латвию хорошо съездить, погулять по Йормале, по Риге и вернуться назад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!